Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Наше сегодняшнее видео посвящено к теме пахового канала. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Паховый канал располагается в пределах пахового треугольника. Паховый треугольник, в свою очередь, располагается внутри паховой области. Стеньки паховой области, медиальная стенка образует прямая мышца живота, мускулюс ректус абдоминис. Латеральную стенку образует паховая связка и верхнюю границу образуют условные линии, проведенные через спина и лярка антерио суперио. И эта область называется паховой областью. Если разделим паховую связку на три области и с верхней трети провести горизонтальную линию, мы получим паховый треугольник. Паховый канал располагается в пределах пахового треугольника и направляется сверху вниз, снутри к наружу. Если взять бумагу как условную брюшную стенку, паховый канал направляется сверху вниз и снутри к наружу. Так как паховый канал прободает переднюю брюшную стенку, он имеет два отверстия. Переднее отверстие пахового канала анолис ингуиналис суперфициалис, он образуется прикреплением апоневроза наружной косой мышцы к лобковой кости. При присоединении к лобковой кости апоневроз образует две ножки – медиальная ножка и латеральная ножка. Также противоположная часть апоневроза наружной косой мышцы тоже прикрепляется к лобковому симфизу и образует лигаментум рефлексум. Таким образом, три структуры образуют стенки наружного пахового канала. Медиальная стенка – крус медиалис мускулес абликус экстернус и крус латералис мускулес абликус экстернус – наружная стенка. И нижняя стенка образуется лигаментум рефлексум. Чтобы понять расположение внутреннего пахового отверстия, посмотрим брюшную стенку со стороны внутренних органов. Во время эмбрионального развития между мочевым пузырем и пуповиной располагается урахус, но он претерпевает аблитирацию и образует складку. Плика умлекалис медиана От наружной стороны мочевого пузыря к пуповине тянется Плика умлекалис медиалис, которая образуется от аблитирации пуповинной артерии. И наружной стороны от артерии эпигастрика инфериор образуется Плика умлекалис латералис. Брюшная стенка, прислоняясь к складкам, образует своеобразные ямки фосса визикулярис, фосса ингуиналис медиалис и фосса ингуиналис латералис. Если провести поперечный срез и схематично представить, то тут мы можем увидеть Плика умлекалис медиана Плика умлекалис медиалис и Плика умлекалис латералис. Между Плика умлекалис медиана и Плика умлекалис медиалис образуется пузырьковая ямка фосса суправизикулярис или фосе суправизикалис. Между plica umbicalis medialis и plica umbicalis lateralis образуется медиальная паховая ямка, fossa inguinalis medialis. И между plica umbicalis lateralis и паховой связкой, ligamentum inguinalis, образуется наружная паховая ямка, fossa inguinalis lateralis. Внутреннее паховое отверстие, annulus inguinalis profundus, располагается между plica umbicalis lateralis и ligamentum inguinalis, паховой связкой. И с клинической точки зрения для нас интересна fossa inguinalis medialis, так как его расположение подходит к наружному паховому отверстию. И эта часть считается слабым местом бручной стенки и основное место образования прямой паховой грыжи. Также паховый канал имеет четыре стенки. Переднюю стенку образует апоневроз наружной косой мышцы. Нижнюю стенку образует паховая связка. Заднюю стенку образует поперечная фасция. мышца. И верхнюю стенку образует две мышцы. Внутренняя косая мышца – musculus ablicus internus, также поперечная мышца – musculus transversalis. Как образуется паховая связка? Апоневроз наружной косой мышцы заворачивается назад и прикрепляется к поперечной фасции и образует своеобразную связку, которая называется паховая связка. Как образуется паховая связка? Во время внутритробного развития маяк опускается в мошонку и при этом он прободает переднюю бручную стенку и образует своеобразный канал. Этот процесс продолжается с седьмого по девятого месяца внутритробного развития, но в некоторых случаях маяк может не опуститься в мошонку и это называется крипторхизм. Если опускается только одно яичко – это называется моноархизм. Если не опускаются два яичка – анархизм. И этот процесс в дальнейшем может привести к бесплодию. В паховом канале проходит у мужчин семенной канатик фуникулюс сперматикус, у женщин круглая связка матки – лигаментум терис утери. С передней стороны фуникулюс сперматикус или у женщин лигаментум терис утери располагается нервус или ингуиналис или подвздошно-паховый нерв. С задней стороны фуникулюс сперматикус или лигаментум терис утери проходит рамус гениталис нервус генита феморалис. Этот нерв нервус генита феморалис имеет клиническую значимость, так как при мочекаменной болезни боль может эрадиировать паховую область, так как место выхода нервус генита феморалис располагается позади мочеточника и при мочекаменной болезни вследствие гидронефроза мочеточник разбухает и давит на этот нерв, и поэтому боль эрадирует паховую область. Спасибо всем за внимание, если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал и оставляем комментарии. До скорых встреч!